здравствуйте уважаемые посетители канала про цветок меня зовут русских иван и сегодня мы поговорим на очень интересную тему которая развивается очень активно в последнее время а именно действительно ли различные аминокислоты прибавляемые к удобрениям средствам защиты растений или используемые самостоятельно действительно так уж эффективны сейчас на рынке различных удобрений там ну всего что предназначено для садоводства огородничества наличие аминокислот в составе является ну просто таким маркером или что ли вот это обозначает что это какой-то продукт высочайшего качества и стоит как правило такой продукт очень и очень дорого и позиционируется как инновационная разработка которая выводит вот этот вот уровень ухода за растениями на совершенно совершенно новые такие высоты что ж действительно и я в своих роликах неоднократно упоминал всевозможные аминокислоты ну например вот аминокислота триптофан да мы ее добавляли и в процессе проращивания растений обрабатывали им клубни этой аминокислотой этим триптофаном и многое рассказывал про то почему это триптофан так важен и так далее показывал я другие аминокислоты когда рассказывал о том как надо восстанавливать растения после заморозков например да что вот эти аминокислоты которые мы наносим на поверхность что они способствуют восстановлению растений увеличение устойчивости к заморозкам и так далее тот же пролина которым я говорил способствует прочности клеточной стенки повышает устойчивость растений стрессовым фактором снижает риск поражения болезнями различными повреждениями будь то засуха или заморозки но какие то могут быть у растений стрессы слушайте ну вот у меня каждый день новые стрессы да у растений какие могут быть стрессы на самом деле у растений стрессов а огромное количество даже внесения высоких концентрации удобрений да ну не охота вам поливать два раза удобрениями а сделаю концентрацию побольше бухну туда как-нибудь сосется в эти корни уже стресс форточки открыли уже стресс до резкое изменение температуры фунгицидами обработали уже стресс медь содержащими препаратами купоросами обработали какими-то жестками уже стресс ночное похолодание стресс а я уже не говорю про заморозки повреждения болезнями вредителями все стрессы пересадили растения уже стресс эти растения несчастные вообще постоянном стрессе находится ну конечно они в процессе эволюции приобрели устойчивость к этим стрессом но селекционеры вынуждены по рубильничку выключать 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 эти все устойчивости внутреннюю устойчивость к стрессам для того чтобы все силы растения пошли на на формирование вот такого огромного урожая. В природе помидорки вот такие дикие, а у нас вот, да, огромный сибирский сад, огромного размера плоды делает. Естественно, на это растению нужны силы, и он отключает все остальные важные функции. В надежде, что мы обеспечим правильную технологию, и в этой технологии действительно эти самые аминокислоты играют совсем не последнюю роль. Глицин, который мы упоминали не раз, способствует повышению концентрации хлорофила, улучшает прохождение фотосинтеза. Мы его добавляли для того, чтобы активизировать процессы прорастания в будильнике, но он же важен еще и для вот этой сильной продукции хлорофила. Ведь хлорофил, фотосинтез, это все, это столовая, да, это кастрюли, ложки, поварешки, которые есть у растения, где он варит, варит, варит нам хороший урожай. Глицин, к тому же, очень хороший хилат, образующий элемент. Если у вас есть глицин, никакие микроэлементы в хилатной форме вам не нужны. Только обработками глицином вы добьетесь того, что в почве, на растениях, где угодно, все микроэлементы будут в хилатной форме. Чтобы как можно больше завязей было, чтобы было много урожая, чтобы опыление шло очень хорошо, необходима такая именно кислота, как пролин, лизин, метионин, глутаминовая кислота. Все это можно купить в аптеке. Я вот этими аптечными упаковками манипулирую, тут что-то показываю, какие-то выдавливаем мы капсулки постоянно, да, что-то можно купить, а что-то в аптеке и не купишь, не продается. Пролин, глутаминовая кислота, глутамат, да, который в колбасу кладут. Глицин очень положительно влияет на опыление, формирование плодов. Способствует, наряду с бором, да, способствует прорастанию пыльцы, оплодотворению завязи. Пролин очень сильно повышает фертильность пыльцы. То есть, если в обыкновенной пыльце, условно говоря, там только каждое сотое пыльцевое зерно способно прорасти на рыльце пестика, то пролин позволяет в десятки раз увеличить эту вероятность. Как следствие, выполненные, красивые, очень замечательные плоды получаются. Вот мы только бором все время, вот надо бором обрабатывать, когда цветет. На самом деле пролин имеет огромнейшее для этого значение. А еще жара, жара, стресс, постерилизовались пыльца, стерилизуются цветки, завязи отпадают. Ай-яй-яй, что делать? Пролин в этом деле оказывает огромную помощь. Очень многие сейчас жалуются, жарко, даже в открытом грунте невозможно выращивать там перцы, томаты, потому что жарко, засуха. И поливали, и пшикали. Есть такие вопросы, задают и на процветке, и на других каналах люди спрашивают. Вот пролин в этом смысле играет главную роль. Глутаминовая кислота влияет на осматические процессы, влияет на открывание и закрывание усиц, чтобы эти процессы шли правильно. Метионин является важным предшественником этилена, способствует ускорению созревания плодов. Триптофан, как я уже сказал, предшественник ауксина, гормоны роста, преодолевает стрессы, предотвращает задержку в росте после пересадки, перевалки, пикировки и так далее. Такая аминокислота, айсаргинин, повышает синтез гормонов, связанных с формированием цветков и плодов, способствует проникновению в корни целого большого комплекса питательных веществ. Глутаминовая аспарагиновая кислота является предшественниками для всех других аминокислот. Если их нету, недостаточно, растения слабы, синтезирует все, уже растение, хорошее урожай вам не даст, хоть вы там танцуете. Гистидин способствует дозариванию плодов, он должен накапливаться в достаточном количестве в плодах. И тот же аланин, валин, лейцин способствуют улучшению качества самих плодов. Ну и что? Нет, 30 упаковок вот этих показывать, чем пырскать каждый раз. На самом деле, кроме вот этих химически синтезированных аминокислот и тех, которые добавляют сейчас, ну как бы в современные удобрения, но на самом деле современные удобрения, есть превосходный выход. Если у вас голова уже заболела от этого перечисления функции аминокислоты, шаломилась, как у меня, ну у меня ладно, нет, потому что я все-таки биолог, то я вам советую одно средство. Это мальтамин. Мальтамин в своем составе содержит весь комплекс аминокислот. Вот здесь их перечислено, там огромное, ну здесь на самом деле регламент о применении перечислен, но если брать документацию к мальтамину, то здесь вы увидите все те аминокислоты, которые я перечислил, и дополнительные, и витамины, и все-все-все, все, что необходимо для роста и развития растений. Поэтому, в каждый раз, когда вы слышите о том, что аминокислоты помогают, помните, что в мальтамине они есть. Каждый раз, когда вам предлагают купить удобрения содержанием аминокислот, помните, что в мальтамине они есть. Каждый раз, когда вам говорят, что пролейте ваши растения, например, трептофаном, и тогда те бактерии, которые синтезируют индолилуксусную кислоту, и вызовут двухкратное, трехкратное увеличение объема корней при выращивании рассады, помните, что эта аминокислота имеется здесь в препарате мальтамин. Препарат мальтамин, кроме того, является таким витамином, таким концентратом, невероятно отличным концентратом для воспроизводства различных биопрепаратов в домашних условиях. И что касается бактериальных препаратов, и что касается грибных препаратов, это такая витаминная, акселерирующая, такой акселератор роста и растений, и полезных микроорганизмов. Поэтому не забывайте о нем, тем более, что он сейчас доступен очень широко, и любой продвинутый огородник должен, безусловно, быть и в курсе этих современных разработок, и пользоваться ими. Вот у меня такой для вас совет на сезон, который у нас впереди уже начался для многих, многие на рассаду уже сеют семена. Что ж, не отказывайте себе в возможности использовать, эксплуатировать этот природный ресурс на вашу выгоду и ваше благо. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин